Здравствуйте! С вами Марина Романюк. Вместе с моими коллегами я расскажу о главных темах прошедшей недели. Огонь, иди за мной! Причиной пожаров в Спасском районе местные жители называют человеческий фактор. Сто дней по приказу. Павел Молков перешагнул первую психологическую отметку для губернатора. Оперативная реакция после нашего сюжета на улице Невосово. Праздник! МЧС России по факту природного пожара в Спасском районе возбудило уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Цитата. 18 августа отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Спасскому району управления МЧС России Паризанской области по факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 261 Уголовного кодекса РФ. За уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем она предусматривает лишение свободы до трех лет. По предварительным данным, причиной пожара в одном из районов Рязанской области послужило неосторожное обращение с огнем или иными источниками повышенной опасности неустановленного лица, отметило ведомство. Ранее со ссылкой на источник в правительстве региона вероятные причины назывались сухие грозы. Тем временем все профильные руководители уже прибыли в Диулино, где развернут штаб по координации действий по ликвидации лесных пожаров. Руководит им министр МЧС России Александр Куренков. На место он прибыл в четверг. Здесь же руководитель Рослесхоза Иван Советников. Министр природных ресурсов России Александр Козлов назвал любые оценочные суждения преждевременными. Вот только местным жителям этого не объяснить. У них своя версия происходящего. Об этом в том числе наш спецрепортаж. Здесь, на берегу Пры, в Диулино, где чаще всего можно увидеть разбитые лагеря туристов-байдарочников, для которых здесь завершается один популярный байдарочный маршрут к Лепике-Диулино и начинается другой, более сложный, до Брыкина-Бора. Сегодня здесь совсем другой лагерь. Штаб МЧС развернут на берегу и атмосфера далека от привычной, мирной. Действовать нужно прямо сейчас, чтобы не дать огню распространиться. В штаб прибывает министр МЧС России Александр Куренков. После осмотра территории с вертолета он проводит рабочее совещание. Обеспечить запрет на проведение огневых работ на землях сельскохозяйственного назначения, землях населенных пунктов в целях недопущения перехода огня на землю лесного фонда. Усилить контроль за выполнением мероприятий по противопожарному обустройству лесов арендаторами лесных участков. Приостановить сезон охоты до стабилизации пожарной обстановки и ввести запрет на посещение лесов. Смог, закрывающий небо и распространившийся на десятки километров по ветру едкий запах гари. У местных эти симптомы вызывают тревогу уже давно. С точки зрения жителей Диулина пожары начались гораздо раньше, чем о них узнала общественность. Две недели назад, а может больше. Ну, тревожишься. Вот когда ветер пошел, только они начали тревожиться. И все. А так я вот на рыбалку каждое утро хожу. Дымило, дымило, дымило постоянно. В воскресенье было очень страшно, потому что был верховой пожар. А потом ветер стих и немножечко развернулось в сторону, на север. А так шло прямо на нас сюда. Началось-то раньше, но мы не знаем. 16-го числа у нас над Лизахимом стоял столб дыма. Конкретный, такой прям напротив нас. Потом стали развиваться события. Ветер пошел, и как бы все начало усиливаться. С каждым днем. Вот сегодня видите, какой ветер. Поэтому все как бы очень сложно. И потом тоже был ветер, да. Так как мы пережили пожар с 10-го года, мы были и тушителями сами. Так что мы знаем, что такое пожар, и думаем, что нам не всю правду говорят. А что думаете? Ну, я думаю, что ближе намного. Тогда, в 2010-м, техники было меньше. Местные жители сами выходили тушить пожары. Усилиями добровольцев удалось спасти поселок Лесхим. А вот Картоносово сгорело полностью. Приехали, уже было задымление сильное. А в 10-м году вы здесь бывали? Да, у меня дом сгорел. В чем причины пожара, разбираться будут дознаватели, следователи и прокуроры. Уголовное дело уже открыто. Но в том, что это человеческий фактор, по крайней мере местные точно не сомневаются. После 2010-го до горельника, говорят просто, никому не было дела. И сейчас сухостой вспыхивает, как спичка. Туда не подъехать, потому что не разобрано. То есть техники туда не подъехать. То есть где-то там человеческий фактор нет. От чего он там сгорелся? От молнии, как говорят. Нет, тоже как бы не очень верится. От молнии не может быть. Нет, здесь ее не было. Это может быть и охотники, кто знает. Может быть и рыбаки, кто знает. Непойманные люди. Да, человеческий фактор. А это пейзажи недалеко от Голованова, деревни Клепиковского района, которая несколько дней назад была под угрозой полной эвакуации. Клубы дыма и характерная картина маслом. Тот самый лес, сгоревший еще в 2010-м. До места нашей съемочной группе добраться так и не удалось. Проехать к населенному пункту можно разве что вместе с пожарным расчетом. Однако, по нашим данным, сегодня людям из Голованова ничего не угрожает. Пожар не локализован. Угроз населенным пунктам пока нет. Все идет в порядке, но ситуация погодная, усложняется. Да. В ближайшее время ждем порывы ветра до 15 метров в секунду. И минерализованные полосы, те, которые были проведены лесхозом, огонь форсировал. Техники достаточно. Около 300 боевых машин, 12 единиц авиации, а это вертолеты и самолеты. Пожарные расчеты, усиление личного состава московскими сотрудниками. По прогнозам специалистов, чтобы справиться с огнем, ресурсов достаточно. Борьба с очагами возгорания продолжается круглосуточно. Он универсален, потому что он заходит как низовой, но резко с помощью порывов ветра переходит на верховой. В площади пожаров разные ведомства контролируют по-разному. Лесхоз, например, контролирует это как по прошедшему лесу, по сгоревшему лесу. И эти цифры впечатляют. А если говорить о кромке пожара, о горящей части, то с чем мы боремся, то это 183 гектара. Пока что, по утверждению сотрудников МЧС, помощь волонтеров не нужна. Но, тем не менее, всем, кто хочет стать добровольцем и оказать помощь в борьбе с пожарами, предлагаем связаться с представителями добровольческой группы по телефону 513-400 и сообщить информацию о себе. Там вам проведут полный инструктаж и обозначат участок работы. Действовать общественная добровольческая группа будет в тесной координации с оперативным штабом. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». О том, что Рязани в тушении лесных пожаров нужна помощь, федеральные СМИ и телеграм-каналы заговорили еще в начале недели. К середине обострение достигло своего пика. Впрочем, где и что горит, в Рио-губернаторе области Павел Малков уже четко знал. О том, что Рязани в тушении лесных пожаров нужна помощь, федеральные СМИ и телеграм-каналы заговорили еще в начале недели. К середине обострение достигло своего пика. Впрочем, где и что горит, в Рио-губернаторе области Павел Малков уже четко знал. Всего сейчас у нас 4 очага пожаров. Самый крупный мы в самом начале уже обсудили. Там порядка 500 гектар. Это Кудомское лесничество, Спасский район. Еще у нас действует пожар в Рыбновском районе. Там порядка 45 гектар тушения проводится сейчас. В Спасском районе около 18 гектар тоже самое проводится тушение. И небольшое возгорание в национальном парке Мещера. Там порядка 3 гектар. Резкое обострение ситуации вынудило вмешаться мэра Москвы Сергея Собянина. В Спасский район был направлен специализированный Ил-76, который уже сбросил порядка 100 тонн воды, что несколько снизило активность горения. Тем временем, по обращению правительства Рязанской области, Федеральная авиалесоохрана стягивает в регион парашютистов-десантников. В Спасский район после ликвидации пожаров на Чукотке переброшены 14 парашютистов. Для пуска и окарауливания отжига команды Федеральной авиалесоохраны прибыли в Рязанскую область со всем необходимым оборудованием и снаряжением. Моя группа приехала на пожар в Рязанской области для оказания помощи в связи с чрезвычайной опасностью из-за ветров, из-за жары. Мы имеем все имущество, все снаряжение для того, чтобы работать и помогать регионам. Прямо сейчас в Рязанскую область доставляют еще 28 профессиональных десантников-огнеборцев с горячих в прямом смысле точек страны. Всего их будет 42. 42 лучших в стране специалисты по тушению лесных пожаров с применением метода встречного отжига, то есть контролируемого встречного огня. Работу, то есть тушение лесного пожара, лесных пожаров будем производить вручную. Это прогрессорка минполосы с помощью лопат, мотык, бензопил и пускание встречного огня, встречного палок, контролируемого отжига. Самое эффективное тушение пожара. Ну и соответственно за плечами ранец ЛОО 20 литров на случай, если где-то переброс, чтобы сразу быстро залить и не допустить распространения огня. Чтобы отжиг ушел именно в сторону пожара, его направляют от минерализованных полос потоками воздуха из воздуходувок и окарауливают по краю минерализованных полос, чтобы ветер не перебросил за них искры и языки пламени отжига и не возник новый пожар. Проложат минполосу десантники вручную только на тех участках, где техника пройти не сможет. И в том случае, если огонь форсирует искусственные преграды от лесничества. Опасность этого, кстати, очень высокая. О пожарах в Рязанских лесах в том числе говорил с журналистами в Рио губернатора Павел Малков. В среду было ровно 100 дней с его назначения. Как считают политтехнологи, это первая отправная точка в карьере любого руководителя региона. О том, что уже сделано и что предстоит, Максим Васильев. Первая круглая дата для губернатора всегда знаковая. К этому моменту, как правило, он уже четко представляет себе, где и в чем нужно прибавлять. На встречу с журналистами Павел Малков пришел без галстука, подчеркивая доверительный характер пресс-конференции. Свою первую стодневку он назвал отдельной жизнью, прожитой на больших скоростях, но с ощутимыми результатами. Вот, например, уже удалось сдвинуть с мертвой точки некоторые долгостроя. Реконструкция гимназии номер два, строительство музейного центра, некоторые другие. Вот сейчас работы уже идут полным ходом. Сдвинулся вопрос по строительству военного госпиталя в Рязани, в Дашково-Песочне. Планируется сами работу восстановить уже в следующем году. Дорогами очень серьезно занимаемся. Это вообще проблема номер один в регионе. Вот везде, где я бываю, всегда мне задают этот вопрос. Промышленность, сельское хозяйство и туризм – три Китай-экономики Рязанской области. Это отрасли передовые. Медицина же – один из главных аутсайдеров. Нет системности развития. Ее создание – одно из главных требований к новому министру здравоохранения, имя которого, кстати, так и не прозвучало. Выстроить стратегию развития всей системы. От профилактики, выявления до лечения. Причем лечение как в экстренных случаях, так и в плановом порядке. И до последующей реабилитации. Все это должно быть основано на хорошей медицинской информационной системе, которая у нас, к сожалению, тоже сейчас практически отсутствует. Включающие все необходимые компоненты. От маршрутизации пациентов до ведения лабораторий. От отдельных направлений лечения до единой медицинской электронной карты. Понятно, что текущая повестка всегда самая актуальная. Павла Малкова спросили о лесных пожарах в регионе. В Спасском районе объявлен режим ЧС, волнуются люди и в клепиках. Ситуация под контролем, успокоил журналистов руководитель региона. Сейчас площадь пожара составляет около 500 гектар. По информации МЧС, пожар низовой. Ветра сильного нет, поэтому серьезного распространения вот именно сейчас не происходит. Проводится тушение. Опасности для населенных пунктов на настоящий момент нет. Очень подробно Павел Малков разобрал свою логику принятия кадровых решений. В зависимости от происхождения или предыдущего места работы, по его словам, нет и быть не может. И только здесь он руководствуется собственной точкой зрения. В львиной доле остальных вопросов Павел Малков опору делает на мнение общественности. В том числе по резонансной стройке песчаного карьера в Заокском. Если они говорят, что карьеру там не бывать, значит так и будет. Если жители говорят, что пусть будет карьер, потому что это дополнительные рабочие места, плюс инвестор берет на себя определенную социальную нагрузку и реализует некоторые проекты в Заокском, тогда да. Еще одна резонансная тема – ремонт Солочинского моста получит продолжение следующей весной. В этом году власти обещают закончить тяжбы с подрядчиками и уже примерно в мае приступить к косметическому исправлению полотна. Звучали и вопросы личного характера. Например, рубашки Павел Малков стирает и гладит в химчистке, семью пока не перевез. Бешеный рабочий рейтинг не позволяет. Гастрономическая ярмарка и фестиваль уличных музыкантов. Около 40 всевозможных мероприятий ждут рязанцев в День города. Праздник обещает стать масштабным. Об этом говорили на специальной пресс-конференции Валерий Седов с подробностями. И вновь День города будет долгим, целых 4 дня. С 25 по 28 августа нас ждут 40 событий, которые уже четко расписаны, площадки зарезервированы. Ожидаемо большую часть активности аккумулируют улицы Почтовая и Лыбецкий бульвар. Там 26 августа стартует рязанское гостеприимство. Рядом на Почтовой возродят давнюю традицию. Фестиваль уличных музыкантов Подбелка-2022. В Зеленом театре, что в ЦПК и О, всех любителей юмора ждут на музыкальном кубке КВН «Поющий Косопос-2022». Специальный гость – команда «Русская дорога». А уже на следующий день, 27-го, стартует уникальное мероприятие – «Азбука Рязани». У нас такой новый формат. Это Детский день города. Мы хотим любимым рязанцам рассказать о городе от А до Я. Рассказать интерактивно, интересно, вовлекая в игру, вовлекая в различном роде активности. Сказать об истории, культуре брендов города Рязани. Праздничную субботу завершат галоконцертом. Хедлайнер – Тина Кузнецова. После – салют. Сразу на двух площадках. В 21.30 бахнет на Лыбецком бульваре. Спустя час – в районе УРТ. На финальный день, 28 августа, в Кремле запланирован фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны». Важно отметить, что параллельно дню города стартует традиционный для Рязани форум древних городов. Он уже пятый по счету и носит тематическое название «Нарядный мир». Время проведения с 24 по 27 августа. Главными тематическими направлениями станут народный костюм, 200-летие с начала официальных археологических раскопок на городище Старая Рязань, 870-летие города Касимов. В международном форуме древних городов примут участие представители более 200 древних городов России и мира. Любопытная деталь – ни одна из приглашенных делегаций от участия не отказалась. Для них откроют фестиваль национальных искусств «Рязанский хоровод». 12-й областной народно-православный праздник фольклорных и аутентичных коллективов «Песнь земли Рязанской» и других мероприятий. 25-26 августа – нежрегиональный пленэр художников традиции на взмахе кисти. Самое интересное событие – люди окажутся не только у веки руками, но и войдут в историю. И станут частью произведения искусства, поэтому, уважаемые коллеги, обязательно нужно прогулаться по «Рязани» в эти дни. 27 августа – самая зрелищная часть форума. Торжественное шествие участников в национальных костюмах, этнографические театральные постановки, концерты, мастер-классы, викторины, книжные выставки – и все это только часть мероприятий. Официальная программа, кстати, уже опубликована. Валерий Седов, Максим Захаров. Телекомпания. Город. Отношения жильцов многоквартирных домов с управляющими компаниями в «Рязани» – целая эпопея. Вроде бы деньги платят управляйкам жильцы, чтобы дворы и подъезды выглядели чисто, опрятно и цивилизованно. А на деле частенько встречаем не просто неисполнение договорных обязательств, но и нарушение всех санитарных норм. Подобная история на этот раз прилетела к нам в редакцию с улицы Новоселов, 20. Жители сами рассказали нам, что их волнует. В этой куче мусора под срубленными ветками рябины другим сушняком можно рассмотреть деревянные ящики, остатки мониторов и даже старый диван. А вот основой для этой кучи, которая снежным комом испортила лето, стали неубранные еще по весне мусорные мешки, наполненные сухой листвой. И вроде бы управляющая компания провела весеннюю уборку как надо, собрали старые листья и мусор, но вот вывести это все нужным не сочли. Вторая подобная куча из мешков мусора, оставленных после субботника, включила зеленый свет для окрестных магазинов и нерадивых жителей, которые в наглую скидывают бытовые отходы прямо вот здесь, напротив подъезда. Потом уже люди, местные жители стали сюда приносить свои мешки с мусором, мебель старую уже, диваны, деревья спиленные сваливают, ну и так далее. Да, с окрестности. То есть все три дома уже носят сюда мусор к нам. Также около первого подъезда у нас образовалась еще одна куча. Там с магазина из Мирпродуктов тоже из Магнита приносит мусор. Галактика там я видела пузырьки, валяется мешок. Из угла тоже все свалили к нам. Неоднократное обращение жильцов в управляйку, к сожалению, как мы видим, безрезультатны. Мы неоднократно жаловались в ЖЭО номер 16. Конкретно я разговаривала с мастером, с Бабкиной Татьяной Николаевной по поводу этой кучи. Она приходила, осматривала ее. Сначала они решали, чья это конкретно свалка, кто будет ее убирать. Сказал, что будет связываться с префектурой. С тех пор прошло уже более двух месяцев. Тем временем все эти мусорные терриконы растут. Конечно, не без помощи непонимающих последствий жителей окрестных домов. Вот уже четыре месяца. Сейчас туда уже складывается не только вот эти ветки и все, что собирается дворниками, но и бытовой мусор. Оттуда уже маленькие крысята вылезают в вечернее время. Это я сама видела. А у жильцов все больше вопросов. Например, куда уходят их деньги, которые они исправно платят за содержание жилья? Почему их подъезды грязные, несмотря на то, что они оплачивают через управляюку труд-уборщицы? И где числящийся в их дворе штатный дворник Люба, которую они никогда не встречали, но много слышали о ней от сотрудников ЖУ-16? Во-первых, у нас нет постоянного дворника. Хотя управляющая компания говорит, что у нас есть дворник, а зовут ее Люба. Очень хочется познакомиться с ней, потому как мы видим только людей, дворников мужского пола, которые быстренько здесь соберут кое-что и положат опять вот в ту свалочку. Передать им перед планеркой по поводу. А так у вас обращений не было разве? С мая просто мы многие писали, звонили. Нет, не было. Последний раз влажную уборку у нас делали, значит, это в начале 2019 года, когда объявили эпидемию. Одним ведром помазали все это. После этого постоянной уборщицы у нас тоже нет, не видели. Сегодня, правда, пришла, подмела. Но чистоту и качество этой уборки можно увидеть у нас на стенах. Прямо вот такие грязные разводы на этих стенах остаются. И паутина висит, потому что постоянная пыль, и паутина висит прям узорами. Не повезло этому дому и с капремонтом. Проведенный в этом году, он тоже вызывает массу недоумений. Кстати, именно на этих домах во время капремонта в мае этого года закрасили мозаику советских времен, что наделало немало шума в социальных сетях. Испортили не только внешнюю эстетику, не говоря уж про историческую ценность, но, по сути, провалили работу предметно. Нам установили дверь. Дверь была хорошая, из добротной стали, которая плотно прикрывалась. Сейчас заменили дверь. Значит, между косяком и дверью примерно сантиметр просвет на улицу. Когда начнется холодное время года, оттуда испарение из подвала пойдет. У нас с подъезда тепло, с улицы холод, будет большая наледь, дверь закрываться не будет. И поставили дверь так, что не на прежнее место, а на расстоянии от пяти сантиметров. Теперь у нас свободно можно просунуть руку между подвальным помещением и подъездом. Во время капитального ремонта у нас было четыре ступеньки. Они убрали лишние, они такие были все перекошенные, они убрали эту лишнюю ступеньку, и я не знаю, чем они мотивировались, и засыпали у нас вот этим бетоном. Он уже сейчас сыпется, вот эта дорожка, после зимы она вообще вся. Окно, окна нам поменяли, хорошие окна, но качество остается желать лучше. Да, там заштукатурили, но щель торчит прямо вместе с пеной. Конечно, некоторые жители сами ведут себя недобросовестно, скажем, бездумно наполняя мусорную кучу, или вот так паркуя машины на непредназначенном для этого участке. Но это на их совести. А вот в фонд капитального ремонта и в управляющую компанию жильцы ежемесячно отчисляют суммы, освоение которых вызывает большие вопросы. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Специалисты из управления по делам территории оперативно отреагировали на наш сюжет с улицы Новоселов. В пятницу, 19 августа, убрали мусор у домов Новоселов 2024, у теплотрассы и школы. Нам отправили фото с подтверждением, а значит, все было не зря и пример этот показателен. В случае, если ваша управляющая компания не выполняет обязательств, проявите активность. Пишите жалобы и обращения в жилинспекцию, обращайтесь в суды, а также у вас всегда есть право общим собранием отказаться от услуг действующей компании и выбрать другую. До свидания.